Путь к спортивным победам начинается в собственном дворе. Уверенные жители Дзержинки у себя в районе, они организовали футбольный турнир дворовых команд. В течение лета тренеры-энтузиасты учили ребят основам игры, нести спорт в массы. Активисты намерены и дальше. Если идею проведения дворовых олимпиад поддержат в администрациях других районов, то в следующем году соревнования получат уже городской статус. Эти мальчишки смотрели почти все футбольные матчи. У себя во дворе они уже короли футбольных площадок. Здесь это предстоит доказать и соперникам, и судьям. Они приехали не просто играть, стоять в воротах, обводить и забивать так, чтобы их было невозможно не заметить. Азарта юным игрокам не занимать, а мастерство здесь сделано живное. Тем более, что все ребята настроены только на победу. Максима Довшикова назвали лучшим игроком турнира не зря. Он помог своей команде разгромить соперников с сухим счетом 6-0. Очень сильно. Для того, чтобы школа давно не получала такие хорошие места. А мы вот заняли первое место и в прошлом году еще по баскетболу третье. Как разминается команда, перед выходом на поле пристально наблюдает тренер Данил Валиев. Он считает, что этот турнир не только может дать путевку из детского в большой футбол. Куда важнее для этих ребят сравнять шансы с теми, кого мама с папой с 7 лет отдали в спортшколу. Сейчас дворовым спортом занимаются те дети, которые влюблены в футбол. Они будут играть и в грязь, и в слякоть. Из них могут получиться хорошие спортсмены. Во дворе они все как бы как команда дружат, да, то есть ребятишки. Они друг с другом общаются. То есть, ну, бывает, что... Поссорились. Поссорились. Ну, решается это вопрос. На следующий день они пришли и в футбол играет. Сейчас в Новосибирске футболом занимаются десятки тысяч человек. Надежды тренеров и их воспитанников на создание в городе центров развития футбола. Но тренеров тоже нужно учить, особенно детских. Ну и главное, поддерживать массовый спорт, чтобы любой самородок с улицы не упустил свой шанс стать героем. Марина Аверина, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин